Успей поставить лайк за 3 секунды, если ты любишь смотреть ролики на ютюбе, я считаю. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами как всегда Allplay и добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать в игрушку под названием Cat Evolution! И данная игра у нас, ребят, конечно же, обновилась. Во-первых, у нас немножко поменялся зоопарк, который мы с вами пытаемся развивать, а во-вторых, у нас здесь добавили прям целую кучу новых скинов, новых котов. И сегодня мы постараемся их, ну как можно больше, открыть и заценить. Ну что же, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра мы начинаем играть. В данной игре мы с вами должны проходить уровни, развивать наших котиков, и потом мы с вами должны как бы выстраивать наш собственный зоопарк. Мы с вами должны сражаться с другими какими-то различными животными. После того, когда мы с вами этого животного побеждаем, он автоматически добавляется нам в корзину. И мы в нашем зоопарке, если у нас открыт вольер данного животного, можем его поместить в этот вольер и, соответственно, он уже будет находиться в нашем зоопарке. За просмотр этих животных мы с вами тоже зарабатываем деньги, и эти деньги можно потратить обратно же на прокачку наших с вами котов. Ну что же, здесь мы с вами добрались уже аж до 57 уровня. 57 уровень я прошел, на 40% я открыл бурого медведя. Следующий уровень у нас будет бонусный. Здесь мы с вами будем играть прям с тигра. Начинаем и постепенно-постепенно будем собирать кристаллики. Чем больше кристалликов соберем, тем лучше, потому что именно за эти кристаллики мы с вами сможем прокачивать параметры у нашего кота. Итак, у нас с вами практически 5000 кристалликов, на 60% открыт скин нашего медведя, и есть возможность открыть еще 3 сундука. Давайте откроем 3 верхних сундука, и здесь мы с вами заработали еще плюс 700 кристалликов, довольно-таки неплохо. Давайте тогда прокачаем наших котов. Итак, ребятки, мы с вами получили какого-то белого барса. Получается, до этого у нас был пятнистый кот, а это у нас получается какой-то белый барс. После того, когда нас собираем тоже где-то около 5000 кристалликов, обратно можно будет прокачать этот скин, и, возможно, у нас будет опять какой-то новый котик. Ну, посмотрим. Давайте сейчас мы с вами попробуем дойти до конца и убедиться, сколько нам с вами нужно еще пройти уровней, для того, чтобы открыть и получить этого бурого медведя. Наверное, еще один уровень, насколько я помню. Да, ребят, смотрите, на 80% мы с вами, получается, что открыли уже этого мишку, и нам нужно еще один уровень, вот этот вот 60-ый, пройти до конца. После того, когда добираемся до финиша, нам с вами нужно сразиться с этим мишкой. Если мы его с вами уничтожаем, то автоматически он переходит к нам, и можно будет его посадить в вольер. Потом можно будет зайти в наш зоопарк и, соответственно, там его посадить. Итак, у нас сражение тигр против медведя. Ну, наверное, ребят, что мы с вами выиграем, потому что тигр очень сильно ударил первый раз, и мы с вами, в принципе, с двух раз даже этого медведя завалили. Отлично. Давайте тогда перейдем сейчас в зоопарк, и этого медведя можно будет посадить в наш вольер. Итак, переходим сейчас в зоопарк и смотрим, где у нас вольер с медведями. Здесь у нас лоси, тут у нас зебры, видите, я тут уже чуточку наш зоопарк разбил. Тут у меня один лось и две зебры есть. Тут у меня есть два носорога, два крокодила. Кстати, видите, за просмотр этих вот животных мы с вами зарабатываем деньги. Ну, и здесь вот у нас, видите, вольер есть, а мишек пока что нет. Отлично. Вот мы с вами как раз-таки сюда этого нашего медведя посадим, и вуаля, у нас уже есть медведь. Сейчас вот эти вот люди, которые тут бегают, будут смотреть еще и на нашего медведя, и мы с вами, соответственно, сможем попозже собрать деньги с этого мишки. А ну, сколько за просмотр платят? Итак, ребятки, 150 долларов нам с вами платят с одного просмотра за медведя. Это, в принципе, самый-самый дорогой просмотр. Ладненько. Кто у нас тут еще есть? Смотрите, тут у нас еще есть две вкладочки с динозаврами, которые тоже можно будет постепенно открыть. После того, когда мы с вами сюда динозавров посадим, тоже будут люди смотреть на них, и мы будем зарабатывать деньги. А также с левой стороны, друзья, у нас... Давайте деньги сейчас все соберем. Итого у меня уже больше 15 тысяч. Отлично. Тут вот у нас с левой стороны тоже еще есть возможность через рекламу открыть новую вкладку, и там, по-моему, новые животные, такие как львы и тигры должны сидеть. Ну, ладно. Давайте попробуем еще нескольких животных поймать. Ну, и перед началом тоже можно еще прокачать нашего кота. Ребят, теперь мы с вами будем играть уже не за белого барса, а за нашего пятнистого тигра. Отлично. Сейчас я постараюсь, ребятки, его тоже прокачать, и мы посмотрим, какой у нас будет новый кот, какая у нас будет новая эволюция. Итого... Ого, черный! Друзья, здесь мы с вами прокачали нашего пятнистого тигра, и у нас уже черный тигр. Очень и очень злой. Он добрался аж до лисы. У лисы 1900 здоровья, поэтому мы с вами ее пока что пройти не можем. Значит, следующая эволюция, это будет черный тигр. А после того, когда мы с вами эволюционируем с черного тигра в следующее существо, у нас откроется новая эволюция. Скорее всего, что, ребят, мы ее с вами еще не видели. А, здесь у нас еще и белый тигр тоже есть. Круто. То есть, у нас тут есть пятнистый тигр обычный, черный тигр и белый тигр. Очень-очень круто. Получается, что у тигра аж три эволюции. Не на всех вот этих вот котах есть три эволюции. Этот тигр должен, наверное, даже ту лису одолеть. Давайте посмотрим. Корову одолел, собаку одолел, лису одолел, даже волка одолел и остановился аж на кабане. Смотрите, следующая эволюция после кабана у нас будет обезьяна. Возможно, даже здесь, после того, когда мы с вами, ну, нормально прокачаемся, прокачаем параметры, прокачаем вот этих вот котиков, скины прокачаем, то в дальнейшем тоже, возможно, будем играть за обезьяну. Возможно, тут постепенно-постепенно уровень будет расти и, соответственно, наши животные тоже будут эволюционировать. Отлично. Это у нас бонусный уровень, поэтому я постараюсь побольше кристалликов срубить для того, чтобы прокачать обратно же эволюцию нашего тигра. Итого у нас практически 4000 кристалликов есть. И на 60% у нас открыт как раз-таки скин льва. Еще два уровня, и можно будет нам с вами получить льва. Скорее всего, что левый у нас находится с левой стороны. Для того, чтобы открыть вот этот вот вольерчик, мне нужно посмотреть рекламу. После того, когда я рекламу посмотрю, открывается у нас вкладочка новая, и там можно этого тигра будет посадить. Отлично. Но это будет попозже. Так, давайте, наверное, за 2500 кристалликов опять прокачиваем нашего тигра. И следующая прокачка должна поменять его вид. Наверное, он будет вот таким вот черным. Получается, что сразу обычный тигр, потом черный тигр, и следующая эволюция у нас белый тигр. Интересно, а кто у нас будет после белого тигра? Для этого нужно, наверное, еще несколько уровней пройти. Итак, мы с вами имеем 1990 единиц еды или здоровья. И это позволяет нам, ребятки, добраться аж до волка. Только волк пока что остановил нас. На 80% мы с вами открываем новый скинчик. И это, как я сказал, скин льва. Итак, 65 уровень. Здесь мы с вами попробуем сейчас побольше собрать еды. Для того, чтобы прокачаться. Здесь нам нужно нажать на желтую кнопку. Тут можно немножечко скорость увеличить. И постепенно, постепенно продвигаемся вперед. И вот у нас будет сражение лев против тигра. Итак, у льва чуть побольше здоровья, но у нас преимущество мы бьем первое. Отлично. Два раза. Угу, смотрите, за два раза, как и в предыдущем сражении, с медведем мы с вами одолели нашего главного босса, нашего главного врага, вот этого льва. Соответственно, вот у нас и лев. В 3300 кристалли... Ой, 330 кристалликов мы с вами за этот уровень получаем. И здесь у нас в зоопарке, получается, есть новая вкладочка. Вкладочка со львом. Вот она в правой стороне у нас в уголку отображается. Сейчас давайте посмотрим, точно здесь у нас нигде нету этих вольеров с тиграми. Не, ребят, видите, у нас тут только есть вольер с медведем, с крокодилом, с бегемотом, с зебра и лось. Тут у нас, получается, что... Динозавры. Ну и только вот с левой стороны, как я, в принципе, и догадывался, будут у нас новые вкладочки. Это у нас, получается, новая земля открывается. И там можно будет этого льва садить. Ну ладно, это мы с вами сделаем попозже. Итак, давайте мы с вами за 2500 кристалликов прокачиваем обратно нашего кота. И вуаля, играем мы с вами за черного тигра. Отлично. Прямо уже начинаем с самого начала играть за черного тигра. Потом он превращается в белого тигра. Интересно, какая будет следующая эволюция. Я очень хочу узнать, что же у нас будет следующее. А нет, здесь мы с вами только до белого тигренка этого прокачались. Ну, попробуем в следующих уровнях прокачаться нормально. И посмотрим, какая будет следующая эволюция после нашего белого тигра. Опять нас с вами остановил один единственный волк. Тут нам нужно нажать на красную кнопочку. Сейчас побольше еды давайте попробуем собрать. Ай-яй-яй. Минус 19 пауэр. То есть мы с вами, получается, нажали вот на это вот колесо. И вместо бонусов, наоборот, потеряли часть силы. Опять только белый тигр. Да что ж ты будешь делать? Я вот хочу его уже прокачать, посмотреть, какая будет следующая эволюция. Насколько я знаю, тут у нас будет много животных. Тут и львы есть, и дикие кабаны. И когда мы с вами прошли волка, там дальше отображался у нас даже, ребят... Ай. О, глядите, это кто у нас лев? Ребятки, это у нас лев. О, посмотрите, вот у нас опять же новый скинчик. Это скин льва. Глядите, какой он крутой, да? 2320 единиц здоровья или еды он имеет. Наверное, после него у нас там пойдут львы с гривами, а потом, может, даже будет у нас бегемоты. И обезьяны здоровые, орангутанги. Круто. Да, вот мы с вами еще один новый скинчик заценили. Теперь, когда мы пройдем с вами еще два уровня, можно будет нам еще нового животного получить. Сейчас, наверное, мы его еще не получим. Это 69 уровень. Наверное, нам нужно 70 уровень пройти. И тогда мы с вами как раз-таки это новое животное и получаем. Давайте посмотрим, докуда доберется этот саблезубый тигр. А, это саблезубый тигр, ребят. Это не лев, это саблезубый тигр. И как раз-таки он, ребятки, добирается до гориллы. Только горилла его остановила. И да, на 80% мы с вами открываем бегемота. И теперь давайте пройдем еще этот уровень 70-й. И у нас уже, наконец-таки, откроется бегемот. Можно будет его посадить обратно же в наш вольер. И за просмотр этого животного нам будут платить деньги, которые мы потом с вами пособираем. За эти деньги можно отстраивать новые вольеры, новые территории покупать и так далее. Итак, мы с вами докачались до саблезубого тигра. Это, в принципе, неплохо. И сейчас саблезубый тигр будет сражаться с бегемотом. Итого, мы постараемся тоже удара за два его уничтожить. Так, два раза. А, здесь, смотрите, одно единственное здоровье у него осталось. Одна единица. И пришлось три раза его кокнуть, короче. Но в среднем, в принципе, неплохо. Мы с вами за три раза этого босса уничтожили бегемота. И вуаля. Он у нас будет уже в нашем вольерчике. Сейчас мы с вами просто переходим в наш вольер. И посадим его... Так, а где наши бегемоты у нас сидят? Ребят, походу, нам все-таки нужно открывать вот эту вот новую часть. И здесь у нас и бегемот будет тогда сидеть, и тигр. Но это мы с вами сделаем уже, наверное, в следующий раз. Если вам понравился этот ролик и понравилась данная игрушка, поставьте, пожалуйста, лайк. А также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами же был, как всегда, Алтплей. Всем удачки. Всем пока.